МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Совместные предприятия поставки техники и прямой авиарейс. Курс на взаимовыгодное сотрудничество сегодня подтвердили президенты Белоруссии и Шри-Ланки. В Гродненской области сгорело 700 килограммов сена. Дети пошалили с зажигалкой. Чужие деньги едва не довели до инфаркта. Гомельчанин вернул 110 миллионов рублей, взятых по ошибке. Не вооружен, но опасен Светлогорский разыскивает беглого удава. Белоруссия и Шри-Ланка подписали 8 документов о сотрудничестве. Таков итог встречи глав двух государств. Сначала Александр Лукашенко и Махинда Раджапакса пообщались один на один. Затем к переговорам подключились делегации государств. Стороны обсуждали взаимодействия в самых разных сферах. От культуры и образования до правовой и военно-технической. Президенты подчеркнули заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений. Александр Лукашенко предлагает создавать совместные предприятия и наращивать поставки белорусской техники. В частности, речь идет о машиносборочных предприятиях на островном государстве. Кроме того, Белоруссия и Шри-Ланку может связать прямой авиарейс. Несмотря на то, что мы имеем порядка 50 миллионов товарооборот между государствами, тем не менее, мы полны решимости значительно развивать наш товарооборот и довести его до более серьезного уровня, потому что это не отражает возможности двух государств. Но, как всегда говорят, с чего-то надо начинать. И мы договорились о том, что в ближайшее время мы реализуем 3-4 крупных проекта, в которых будут задействованы специалисты двух государств. Например, мы думаем о создании на территории Шри-Ланки совместного предприятия по производству наших тракторов, другой сельскохозяйственной техники, а также автомобильной техники. Нам это очень интересно, потому что Шри-Ланка имеет очень выгодное отношение с другими странами региона, и у них существует беспошлинная торговля. Нам это крайне выгодно при поставках наших продукций с территории Шри-Ланки, допустим, на индийский, индонезийский рынки, рынки других стран Юго-Восточной Азии. Для меня большая честь являться первым президентом Шри-Ланки, посетившим Беларусь. Отношения между нашими странами стабильно развивались в последние годы. Объемы двусторонней торговли выросли более чем на 50%. Со мной приехала делегация деловых людей для участия в бизнес-форуме в Минске, и я надеюсь, что бизнесмены наших стран смогут установить связи для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы обсудили перспективы двухсторонних инвестиций, и я также пригласил представителей деловых кругов Беларуси в Шри-Ланку для участия в бизнес-форуме, который пройдет в ноябре. Есть перспективы сотрудничества в экономике, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме. Конкретные проекты обсуждают деловые круги Беларуси и Шри-Ланки. В эти минуты проходит бизнес-форум. Сообщалось, что бизнесмены этой азиатской страны заинтересованы в открытии совместных производств. Также планируют расширить список товаров, которыми страны будут торговать между собой. Кроме того, Шри-Ланка рассматривает Беларусь как площадку для выхода на рынок таможенного союза. Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении должностных лиц Беларусской колейной компании. Это, в частности, председатель наблюдательного совета, гендиректор Урал Калия, а также первый заместитель гендиректора БКК. В распоряжение следователей поступили материалы о том, что обвиняемые злоупотребляли служебными полномочиями в корыстных целях. Речь идет о противоправных действиях со стороны российских топ-менеджеров, которые не только нарушили свои контрактные обязательства, но и привели дело к обвалу мирового калийного рынка. Ключевой момент их стратегии – сосредоточить в руках узкой группы лиц управление сбытом калия и изолировать белорусскую сторону от любой важной информации. Цель – замкнуть на себя все финансовые потоки и основных торговых партнеров. Это нанесло ущерб в особо крупном размере Беларуськалию и белорусской калийной компании. Председатель наблюдательного совета заключен под стражу. Нескольких руководящих сотрудников объявили в розыск, в том числе по линии Интерпола. ДТП в Украине с участием белоруса. Авария произошла в Полтавской области на трассе Борисполь-Запорожье. Легковушка, которую управлял гражданин нашей страны, столкнулась с микроавтобусом. Затем обе машины съехали в кювет и перевернулись. Погиб шестилетний мальчик, ехавший в микроавтобусе. Травмы получили еще двое детей и девять взрослых пассажиров. Беларусь не пострадал. По предварительной версии, авария произошла по вине водителя легковушки. Он превысил скорость. Сейчас идет следствие. Сотни килограммов сена сгорели в Гродненской области из-за детской шалости. Произошло это в деревне Дубно. Трое четвероклашек играли на улице рядом с тюками сенов. У одного из них была зажигалка, которую он без спроса взял у дедушки. Мальчик решил развести костер. Огонь быстро охватил шесть тюков. Дети испугались и убежали. Взрослым ничего не рассказали. Поэтому спасателей вызвали, когда пламя уже разгулялось. Пожар уничтожил около 700 килограммов сена. В Светлогорске ищут сбежавшего из детской песочницы удава. Рептилия пропала несколько месяцев назад. Но возможную угрозу оценили лишь недавно. После резонансного случая в Канаде. Там удав уполз из зоомагазина и задушил спящих детей. В Светлогорске полутораметровая змея жила в квартире. Владелица вынесла ее погулять в детской песочнице. Женщина отвлеклась и рептилия уползла. А с тех пор удава ищут. Экологи полагают, что он где-то спрятался и питается мышами. Кстати, специалисты уточняют, законно ли держать змея и другую опасную живность в квартирах. Гомельчанин вернул случайно присвоенные 110 миллионов рублей. Произошло все в торговом центре Гомеля на минувшей неделе. 45-летний мужчина хотел забрать свои вещи из камеры хранения. Но перепутал ячейки и взял чужой пакет, который напоминал его собственный. То, что там лежит крупная сумма в валюте, мужчина обнаружил позже. Говорит, что когда увидел находку, ему стало плохо с сердцем. Он растерялся и не знал, куда обратиться. И только в выходные увидел сообщение в СМИ о том, что может вернуть деньги милиционерам. Что он и сделал. Владельцу, пенсионеру, уже сообщили о том, что его сбережения найдены. Безопасная дорога в школу. Сотрудники госавтоинспекции с этого дня уделят повышенное внимание детям. Стартовала акция по профилактике ДТП с ними. Сейчас школьники возвращаются в города после отдыха. За время каникул они отвыкают от интенсивного движения на дорогах. Инспекторы ГАИ просят водителей включать ближний свет в фар. Также они проконтролируют, как перевозят детей в транспорте. Родители зачастую забывают пристегнуть своих чад. Так что сейчас самое время повторить правила дорожного движения как детям, так и взрослым. Все время переходя через дорогу, красный свет, дороги нет, зеленые, можно идти, желтые, приготовиться. Естественно, все повторяем, все учим. Ходили в школу на курсы подготовительные, там все это изучали они. Как приходить дорогу на зеленый свет, а на красный нужно стоять. У машин тоже самое. Уже совсем скоро школьники сядут за парты. Торжественные линейки в Минске пройдут в эту субботу. А в будущий понедельник ребята придут на первый урок «Я минчанин». Специалисты отмечают, что все учреждения образования столицы готовы принять юных минчан. Готовность учреждения образования к новому учебному году составляет более 99%. Я подчеркну, почему. Потому что на этой неделе в некоторых учреждениях заканчиваются последние штрихи подготовки. Более того, у нас будет введена 31 августа новая школа, школа новостройка, номер 51264. Учащихся ждут и в профессионально-технических учреждениях Минска. Там продлили срок приема документов. До 15 сентября еще можно поступить на некоторые специальности. В основном строительного профиля. Каменщик, бетонщик, стропольщик. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Сергея Тулупова. Полная информационная картина дня в 19.30 с Юлией Калашниковой. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или единица 600-700. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok